Контрасты Красного Яра – это живописная природа и зловонная гора мусора. Полигоном для бытовых отходов это место можно назвать с большой натяжкой. Скорее просто свалкой, которую начали загружаться на 1980-го года. Масштабы загрязнения окружающей среды – тысячи кубометров. И всё это без изолирующих слоёв, систем сбора газа и загрязнения. Естественно, он вреден. Вот мы сейчас с вами амбре ощущаем, какой идёт. Любая свалка – она вредна для окружающей среды. Поэтому мы боремся за ликвидацию всех и санкционированных, и несанкционированных свалок. Борьба показала результат. Ульяновская область вошла в федеральную программу «Чистая страна». В прошлом году специалисты анонсировали проект рекультивации. На воплощение идей направлено 456 миллионов рублей. Если в результате ничего не делать, не осуществлять рекультивацию данного полигона, соответственно, будет осуществляться самовозгорание, будет осуществляться гниение. Первые выбросы, которые будут наносить вред окружающим населённым пунктам. Сейчас мы наблюдаем то, что идёт перемещение телополигона, соответственно, из проекта. В дальнейшем будут устанавливаться гибионы, вододатые газы, и, соответственно, дальше захоронение купол в виде глины и песка. Для защиты почвы от загрязнений будут использовать бентонитовый мат. Благодаря ему газы и влага не смогут проникнуть в окружающую среду. После бентонитового мата также идёт пригрузочный слой 20 сантиметров с углинка. Дальше закрывается 3D-матом для того, чтобы влага, которая будет выступать, фильтровалась. Сейчас на площадке идёт подготовка к грядущим изменениям. Специалисты срезали и перенесли 30 тысяч квадратных метров грунта для формирования телополигона. Оно будет готово в сентябре 2023-го. А уже к концу года вместо огромной горы мусора жители области увидят облагороженный холм. В дальнейшем на нём посадят зелень. После экологической реабилитации ныне неприглядную площадь можно использовать для хозяйственной деятельности. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.